Всем привет! Под нашим старым видео «Что такое товарные агрегаторы» недавно увидел вот этот комментарий и решил дополнить. Поэтому сегодня расскажу, как подключить магазин к Яндекс.Маркету и настроить в нем рекламу. Ну а от вас, как всегда, ожидаю лайк и комментарий под видео. Яндекс.Маркет — это товарный агрегатор Яндекса, который помогает продавцам и покупателям найти друг друга. На маркете можно купить любой товар, который не запрещен законодательством РФ и правилами Яндекса. Преимущества размещения магазина на маркете 1. Охват аудитории Яндекса. Маркет — сервис с быстрорастущей аудиторией. Только с января по апрель 2020 года аудитория сервиса выросла на 40% и составила порядка 63 млн пользователей. Да, помог локдаун, но тем не менее. А дневная аудитория в декабре достигла 6 млн уникальных посетителей. Прирост аудитории способствует показ товаров с маркета в составе колдунщиков поисковой выдачи и ссылка над поисковой строкой Яндекса. 2. Повышение видимости магазина. Пользователи видят товары магазина не только на маркетплейсе, но и на других сервисах Яндекса. Также предложения магазина показываются на сторонних ресурсах. Например, товары на поиске Яндекс.Маркета, товары в популярных предложениях Яндекс.Маркета, товары на Яндекс.Картах, товары на поиске Яндекса. Третье – таргетинг на определенные регионы. Предложения магазина показываются только в тех регионах, в которые продавец доставляет свои товары. Автоматическое обновление цен и товарного ассортимента. Если загрузить в Market Price List в составе YML или CSV, то он будет автоматически обновляться по мере изменения стоимости товаров и их ассортимента. При регистрации Яндекс.Маркет предлагает магазинам размещать товары по модели ADV, но это не единственная модель, по которой поставщики могут работать с Marketplace. Модель FBY. Магазин привозит товар на хранение Яндекс.Маркета. Обрабатывает заказ магазин, хранит, упаковывает и доставляет товар. FBY+. Магазин хранит и обрабатывает заказ. Маркет упаковывает и доставляет заказ. FBS. Магазин хранит товар, принимает заказ и упаковывает его. Дальше. Магазин отправляет заказ в сортировочный центр маркета. Доставляет товар. FBS. Модель тестируется. Магазин получает заказ от маркета. Упаковкой и доставкой заказа занимается магазин. ADV. Пользователь попадает на сайт магазина через Яндекс.Маркет и на сайте оформляет заказ. Обработкой заказа, упаковкой и доставкой занимается магазин. Как разместить на Яндекс.Маркете магазин для работы по модели ADV. Продавать товары на Яндекс.Маркете могут только те магазины, которые прошли модерацию. Например, не могут зарегистрироваться на Яндекс.Маркете магазины без сайтов. Наличие сайта — обязательное условие для регистрации. Если в магазине нельзя оформить заказ онлайн, он не может попасть на маркет, и магазины без юридической регистрации тоже. Магазин должен быть зарегистрирован как ИП или юрлицо. Информация о регистрации должна быть доступна на сайте. Если магазин имеет сайт и работает как ИП или юрлицо, он может размещать свои товары на маркете. Но с регистрацией лучше не спешить. Сначала рекомендуется проверить сайт на соответствие требованиям сервиса. А вот и требования к работе. Ресурс должен работать без перебоев. В коде не должно быть вирусов. Требования к функционалу. На сайте можно оформить заказ. Одно предложение исправить с листа на Яндекс.Маркете — это одна страница сайта. Требования к информации. На сайте указана достанверная информация о юрлице или ИП, способах оплаты, условиях, регионах и способах доставки заказов. Все цены на товар актуальны и не меняются в ходе оформления заказа. Метка YMCLIT совместима с ПО сайта. При переходе пользователя с маркета на сайт к ссылке автоматически добавляется метка YMCLIT с уникальным номером клика. Важно, чтобы страница с данной меткой загружалась корректно и на ней не отображалась ошибка. Подключение магазина к маркету состоит из нескольких этапов. Покажу на примере интернет-магазина ортопедических матрасов, как зарегистрироваться, начать передачу данных между магазином и маркетом, загрузить прайс-листы и настроить доставку и оплату. Для регистрации на маркете нужна учетная запись на Яндексе. Авторизоваться через социальные сети не получится. Переходим по ссылке и заполняем общие данные — страна, город, бизнес-аккаунт, название магазина на маркете, размер до 50 символов и сайт магазина. Второе. Указываем контактные данные — имя, фамилию и почту сотрудника, который будет работать с Яндекс.Маркетом. Третье. Проверяем корректность несенных данных. Кликаем кнопку «Зарегистрировать магазин» и переходим в кабинет Яндекс.Маркета. Подключение магазина происходит в четыре этапа — заполнение общей информации, внесение юридических данных, загрузка прайс-листов и внесение данных об оплате и доставке. Предложение магазина появится на маркетплейсе только после прохождения всех этапов и успешной модерации. Срок модерации — два рабочих дня. Письмо с результатами проверки приходит на электронную почту магазина и администратора бизнес-аккаунта. В раздел «Общая информация о магазине» автоматически переносится информация о магазине, которая вносится при регистрации. Поэтому никаких дополнительных данных вносить мы не будем. Также здесь доступны некоторые настройки, которые влияют на сбор данных. Рейтинг магазина. Поставим галочку напротив пункта «Поиск тогда» — в объявлениях на поиске или РСЯ будет показываться рейтинг нашего магазина. Также настройка внешней интернет-статистики. Отметим галочкой пункт «Внешняя интернет-статистика» в разделе «Аналитика». В ссылку с товарными предложениями добавится метка OpenStat. С ее помощью можно узнать статистику переходов с Яндекс.Метрики. Передача параметров перехода. Для отслеживания источников перехода поставим галочку напротив пункта «Передавать» в ссылках «Параметры перехода» в разделе «Аналитика». После этого в ссылку с товарным предложением добавится специальный параметр, который позволяет узнать источник перехода. Интеграция с Яндекс.Метрикой. Настроим цели и модуль электронной коммерции в Метрике. Тогда в маркете будет статистика о ваших заказах. Дополнительные возможности. Настроим автоматический показ скидок и примем участие в программах маркета. Для этого установим галочки напротив соответствующих пунктов. В разделе «Юридические данные» указываем тип организации, OGRN, название организации, адрес регистрации и страницу, где указан OGRN. Загружаем на Marketplace прайс-лист с данными о товарах, которые хотим разместить. Прайс-лист можно создать тремя способами. Выгрузить прайс-лист автоматически из CMS. Подходит для магазинов, которые работают с 1С Bittrex, InSales, WordPress, Magento и другие популярные CMS. Прайс-лист будет автоматически подгружаться в кабинет магазина. Создать в формате YML или CSV. Удобное решение для магазинов с большим ассортиментом товаров. Еще одно преимущество — это автоматическое обновление прайс-листов. Создать прайс-лист на основе шаблона в Excel. Прайс-лист создается вручную на основе готового шаблона. Скачать шаблон можно в описании под видео. Подходит для магазинов с небольшим ассортиментом. Требование к прайс-листам зависит от того, каким способом и в каком формате они создаются. Загрузим в систему прайс-лист в формате YML. Для этого переходим в раздел «Прайс-листы» и кликаем на кнопку «Добавить прайс-лист». Требование маркета к файлам в формате YML. Запрещено использовать непечатные символы из этого кода. Нельзя использовать вот такие символы. Вместо них ставятся эквивалентные коды. Точка — это разделитель целой и дробной частей чисел, допустимые стандарты кодирования UTF-8 и Windows 1251. Посмотреть основные элементы YML можно по ссылке в описании. Для быстрой генерации воспользуемся специальным генератором файлов my-site-page-generator.com. Всего на Яндекс.Маркете можно разместить четыре предложения. Настройка доставки и оплаты — один из важнейших этапов при размещении магазина на маркете. Дело в том, что условия оплаты и доставки учитываются Яндексом при ранжировании предложений магазинов. На карточке товара предложения магазинов ранжируются с учетом привлекательности для потенциального покупателя. На поиске алгоритм также учитывает релевантность предложения запросу. Для настройки переходим в раздел «Доставка и оплата». Этапы настройки доставки. Убедимся, что в прайс-листе указана возможность доставки внесенных в него товаров. Это важно, потому что на маркетплейсе пользователю показываются условия и стоимость доставки по каждому товару. 2. Настраиваем доставку Почты России. К преимуществу магазин сможет доставлять товары в любой регион России. Соответственно, предложения магазина также будут показываться в любом регионе. Подписать договор с Почтой России можно прямо в кабинете маркета. Для этого кликаем «Заполнить заявку». Заявка рассматривается в течение 3 часов. После ее утверждения можно добавлять условия доставки Почты России в предложение на Яндекс.Маркете. Если договор с Почтой России уже оформлен, то нажимаем «У меня уже есть договор. Настроить показ условий». В настройках выполняем такие действия. Выбираем регион. Выбираем вкладку «Службы доставки». В списке служб доставок находим «Почта России». Настраиваем курьерскую доставку и самовывоз. Сохраняем изменения. Системе понадобится 3-4 часа, чтобы условия доставки отобразились на маркете. Третий этап. Настраиваем другие службы доставки. Доступны следующие варианты. SPSR Express, Garant Post, Деловые линии, DHL и ряд других. Настройка происходит аналогично. После настройки доставки вверху страницы возле пункта «Доставка и оплата» появится зеленая галочка. Это значит, что настройка прошла успешно. На этом процесс размещения магазина на Яндекс.Маркете закончен. Внизу страницы находим кнопку «Продолжить» и нажимаем на нее. Последний шаг — отправить магазин на модерацию. Для повышения видимости предложений магазина на Яндекс.Маркете можно запустить рекламу. Для этого надо выполнить следующие действия. 1. Определить приоритетные товары. На основании собранных статистических данных надо определить те товары, которые рентабельно продвигать. 2. Пополнить счет. Счет пополняется через Яндекс.Баланс. Размещение может оплатить как юридическое, так и физическое лицо. Оплата принимается банковским переводом и корпоративной банковской картой для юрлиц. Физические лица могут внести оплату наличными при помощи сервиса U-Money через Интернет-банк или терминал. 3. Установить ставку. Магазин платит за переходы с маркетплейса на сайт и клики по номеру телефона. По умолчанию в настройках указана минимальная цена клика. Она рассчитывается для каждого товара индивидуально и учитывает вероятность оформления заказа. Чем выше вероятность заказа, тем выше цена клика. Магазин может повышать ставки для увеличения видимости своих предложений. Сделать это можно в разделе «Ставки» — «Управление ставками». Ставки указываются в условных единицах, а не в рублях. На товары можно устанавливать разные ставки или объединять их в группы для установления единой ставки для группы товаров. Для объединения товаров в группы переходим на страницу «Продвижение товаров», отмечаем их галочками и нажимаем «Добавить в группу». Также можно назначить единую ставку для всех товаров. Продвижение товаров начнется в течение 6-10 часов после установления ставок. Установление минимальной ставки автоматически предлагается маркетом, напомню, продвигает товар наверх минимум на одну позицию. Чем выше поднимается ставка, тем выше поднимается товар на предложение и увеличивается количество показов. В разделе «Статистика» можно оценить эффективность размещения на маркете. Здесь можно посмотреть, какие товары лучше всего продаются, сколько было потрачено на их рекламу, как часто пользователи кликают по вашим предложениям и т.д. Посмотрим, как расходы на рекламу товаров соотносятся с выручкой от их продаж. Для этого перейдем в «Статистика», «Расходы и заказы». В отчете «Расходы и заказы» можно посмотреть статистику за месяц по всем товарам , которые выставлены на маркете. Также можно посмотреть данные за любой другой период. Для этого выбираем нужные даты в календаре. Для просмотра статистики по определенным группам товаров выберите их в фильтре категории. В таблице и на графике отображаются только указанные группы товаров. Если выбрать определенные товары из таблицы в отчете отобразится график только по этим товарам. Для оценки эффективности размещения на маркете также важно анализировать статистику по кликам и показам. Для этого перейдем в раздел «Статистика», «Клики» и «Показы». Отчет помогает ответить на следующие вопросы. Где размещать предложения со своими товарами, чтобы заинтересовать как можно больше покупателей? Как часто пользователи кликают на ваше предложение? Насколько эффективно тратятся средства на рекламу? Посмотреть самые популярные предложения, попавшие на карточки товаров в маркете за последний день — неделю, месяц — можно в отчете «Статистика. Товары на карточках моделей». В начале списка размещаются те предложения, которые получили больше всего кликов. И немного итогов. Маркет — это маркетплейс Яндекса, который помогает магазинам найти своих покупателей. При показе товарных предложений пользователям умный алгоритм учитывает их регион, оценивает, насколько соответствуют предложения магазина интересам покупателей, ставки и другие факторы. Разместить свои предложения на маркете могут магазины с сайтом, на котором можно сделать заказ онлайн. Продавец должен иметь официальный юридический статус . Для размещения магазина на маркете нужно зарегистрироваться на сервисе, заполнить общую и юридическую информацию, загрузить прайс-лист, настроить доставку и оплату. Для запуска рекламы надо выбрать товары для продвижения, пополнить счет и указать ставки на товар или группу товаров. Оценить эффективность размещения можно, изучив отчеты в разделе «Статистика». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok